пред лицом всех и подвязаться на поприще целого мира. Не смотрите, говорит, на то, что мы сидим теперь здесь, что мы находимся в самой малой частичке мира. Нет, вы так будете приметны всем, как горы, стоящие наверху горы, как светильник, поставленный на подсвечники и светящий всем находящимся в доме. Где теперь неверующие в могущество Христово? Пусть услышат это, и появившие в силе пророчества благоговеренно поклонятся его могуществу. Подумай в самом деле, сколько обещано было тем, которые были неизвестны даже в своем городе. Земля и море узнает их, и слава о них распространится до предела вселенной или лучше, не слава, а самое их благодеяние, потому что не громкая слава сделала их везде известными, но величие самих дел. Как такой город невозможен укрыться, так и благовествованию невозможно утаиться и остаться в неизвестности, так как прежде Христос говорил о гонениях, взрословии, наветах и вражде, то чтобы ученики не подумали, что все это может воспрепятствовать их проповеди, он ободряя их говорит, что благовествование не только не останется в неизвестности, но и просветит всю вселенную, а через это и сами они станут славными и знаменитыми. Итак, здесь Христос показывает свое могущество, а в последующих словах требует смелости от своих учеников. Зажегши свечу, говорит он, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие Трофея 5, глава 15 стих. Я, говорит он, возжег свет, а вы своим старанием должны поддерживать этот свет. И это не для себя только самих, но и для других, которые должны воспользоваться этим сиянием и руководствоваться им к истине. Аминь. Аминь. Храни всех Господь. Спасибо, Христос. Субтитры сделал DimaTorzok.